Эх, ну ладно, похайпили и хватит. Поговорим о чём-нибудь не настолько популярном, но не менее интересном. Обучающие игры. Сейчас они как жанр едва воспринимаются серьёзно, но вот тогда, 80-е, 90-е и даже немного нулевые, когда компьютерные игры считались преимущественно детским развлечением, это было довольно большое дело. Пожалуй, лидером на этом рынке в то время была компания Humongous Entertainment. Ну, знаете, там машинка Бип-Бип, пижама Сэм, рыбка Фредди, вот это вот всё. Кроме них, ещё десятки компаний пробовали себя на этом поприще. И сегодня мы поговорим одеть ещё одной из них, компании 7th Level. Игрография у них, конечно, небольшая, да и сама контора прожила они больше пяти лет, но как минимум у них был очень успешный квест про Ace of Vendoro. Алло, я хотел бы стать членом клуба любителей клизмы. И целых три абсолютно безбашенных игры по Монти Пайтонам. Если я скажу, что у тебя прекрасное тело, ты покажешь мне его ещё раз. Мне это очень нравится. Эм, чё-то только начало, а я уже много отвлекаюсь. Так, ближе к делу. В 1996 году, когда мне был всего лишь годик, они выпускают игру под названием Lil Howe's Fun House The Great World Adventure. Эта игра была предназначена для учащихся первого, второго и третьего классов и нацелена на развитие у них таких навыков, как слушание, распознавание букв и слов, рифмование, расстановка слов по алфавиту, нахождение синонимов и антонимов и так далее. А через три года её локализуют для России, кто бы вы думали? А? 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 Конечно, Фаргус. Кто же ещё? Если английская версия была направлена на изучение английского, то задачей нашей русской версии было... Изучение английского. Собственно, именно в эту версию под названием МИР СЛОВ не довелось поиграть в детстве. Ну и что же? Научила ли она меня чему-нибудь? Да и вообще могла ли научить? Давайте запустим её вновь и узнаем. Чё? А, ну да. Режим совместимости. Никогда нормально не работал, блин. Эх, ну ладно. Видимо, придётся вернуться в прошлое. Так, машина времени, машина времени, машина времени. А, ну можно и так. О боже, этот звук. О боже, этот фейнт. Так, ну ладно, запускаем игру и нас встречает милая мультяшная заставка. Ничего необычного. Привет! Добро пожаловать в дом смеха Хови. А я сам и есть малыш Хови. Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Да, знакомьтесь, это наш путеводитель, медвежонок Хови, он же Хауи. Назван он так, потому что говорит голосом Хоуи Мэнделла, канадского комика, телеведущего и актёра озвучки с весьма специфичными, но значимыми ролями. Я даже немного завидую его таланту, если честно. Привет! Привет! Холодно зимой. У меня даже кожа стала гусиной. Странно, ведь я не гусь. Во-первых, тонко подмечено, ты и правда не гусь. А во-вторых... Сейчас осень, придурок. Хорошо-хорошо, это здорово! Вот так это и работает. Эм, что так работает? Но сначала распишитесь в книге моих гостей. Хорошо-хорошо, но сначала кнопками цифры на клавиатуре печатайте сюда ваш возраст. Окей, звучит довольно просто. Так, 23. Ха! Странно, я думал ты немного старше. Эм, в смысле? Я хотела сделать комплимент. А-а-а, ну ладно, возьму на заметку. Слушай, я тут хотел спросить, а сколько тебе лет? 19. Хм, странно, я думал ты немного старше. Ай, я хотел сделать комплимент. А теперь, впечатай свое настоящее имя. Ага, щас, нет уж, свое имя я тебе не доверю. Однако, чтобы вы не ввели, ему любое имя покажется скучным. Это что, тебя так зовут? У тебя что, нет какого-нибудь нормального имени? Ну вот как эти в списке. Ну окей, какие крутые кликухи ты мне предлагаешь. Пузырь, гвоздь, толстонок, пушистик, мозговитый, мальчик-с-умник, ананасовое брю... Ангел, балда, скутер. Домосед, выбери себе имя из этого списка. Хм, ладно, я конечно тут еще домосед, но мне больше всего понравилось мальчик-с-умник. Вот это крутое имя. Если бы я не был Хови, то был бы мальчик-с-мальчик. Эй, так не честно, ты сказал совсем другое. Окей, хорошо, я буду... Скутер. У Хауи есть друг по имени Вонючка. Толстый, небритый, саркастичный и просто... Самый милый, приятный друг. А еще у него нездоровая тяга к запаху из своего хвоста. Эй, Вонючка, умоляю тебя! После такого трипа ему нафиг отшибает память. Вонючка, а почему бы тебе не зайти в дом? Я не знаю, как туда войти. Хорошо, я освежу твою память. Спасибо, что наф... Хорошо, давай зайдем в дом, но тебе надо будет сообразить самому, как попасть внутрь. Сказал Хови и вошел в дверь. Мы, конечно, тоже можем кликнуть на дверь, но это же детская игра, правильно? Поэтому надо тыкать! Тыкать во все подряд! Дети же любят, что когда они тыкают, происходят всякие штуки, да? Прошу прощения, никого не хотел обидеть. Ни детей, ни разработчиков. На самом деле, это действительно забавно. Сдоволь натыкавшись, заходим в дом и попадаем в библиотеку. Тут мы знакомы с альфа-ботом, роботом, другом и личным транспортом Хови. Привет, скутер. Очень рад познакомиться с тобой. У меня есть идея. Давай отправимся в приключения. О, вот это разговор. Я люблю приключения. Но не просто приключения. Да. А по-настоящему крутое приключение. Да, твою мать, погнали! А, ну окей. Ну тогда можно не торопиться еще куда-нибудь потыкать. Была середина ночи. Чилди выползли из палатки, в которой они с братом спали. Она не очень-то поверила тому, что Брэд сказал о медведях. Эээ, да ну нафиг, валим отсюда. По-настоящему крутым приключением здесь называется подборка из шести небольших простейших игр. Следующее. Арахисовые весы. Весы? Любимое место вонючки. Да? Ну, видимо, из-за арахиса, а не из-за весов. Мастер Хавард, на моем пути возникла неожиданная преграда, которую нам не преодолеть. Может быть, нам кто-нибудь... А, ну да, перед каждой мини-игрой нас тут ждет вот такая вот фигня. Здесь нам надо составить три слова в алфавитном порядке. Просто дергаешь за рычаг, пока они не встанут как надо, и жмешь на кнопку. Все просто. У тебя получилось! Мастер Хавард, у нашего маленького друга, кажется, выступил сильный п***. Надо его искупать. Он любит купаться. Им придется силой тащить меня в эту ванну. Я думаю, нам следует связать его и тащить, мастер хуй. Итак, первая игра представляет из себя гребаную гадайку. Мы должны по буквам отгадать пять рандомных слов, а иначе... Вонючка так и не искупается. Разве мы этого хотим? Ну ладно, приступим. Я задумал слово, в котором четыре буквы. Хм, так, четыре буквы. Блин, столько вариантов, я даже не знаю. Щас, мне нужно подумать, погоди. Послушай, это сложновато. Я подскажу первую букву. Э, ты чё, меня за дебила держишь? Дай подумать. Хорошо, теперь попробуй ты. А, ну спасибо, я думал ты за меня решил все слово отгадать. Что ж, продолжаем перебирать буквы, пока что-то не начнет проясняться. О, вот еще одна буква. Отличный выбор. Ну и если повезет, то под конец вариантов особо не останется. Липс. Да, у тебя получилось. На какие инженерные ухищрения приходится идти, чтобы помыть этого чухана? Я задумал слово, в котором три буквы. Как ни странно, при уменьшении количества букв особо легче не становится. Видите ли, в английском языке существует огромное разнообразие коротеньких слов. И даже если вы найдете правильную гласную, у вас будут еще десятки возможных слов, в которых оно может быть. А ведь количество попыток ограничено, и правильный ответ может оказаться довольно неожиданным. You. В следующий раз получится. Кроме шуток, это действительно оказалось довольно нелегко. Два слова я так и не отгадал, но эта игра вас не отпустит, пока вы не отгадаете пять. Рано или поздно. Вонючка, опуск. Эм, чего? Итак, чего бы нового я сейчас выучил, если бы учился, скажем, в третьем классе? Ну, наверное, пару-тройку новых слов, значения которых мне бы все равно пришлось смотреть в словаре. Чего я, скорее всего, не делал. Можно же было использовать хоть какую-то наглядность. Не, ну, я понимаю, я без пяти минут дипломированный преподаватель английского языка, но вы о детях-то подумали вообще? Короче, в наших реалиях игра не особо удачная, двигаемся дальше. Следующее. Добальный зал. Хорошо. Это веселенькое место. О, да, еще какое. Мы беспардонно врываемся на чью-то пати на хате, хотя такое впечатление, что нас тут уже все ждут. Да! Привет, скутер! Мой брат! Эй, это не скутер. А теперь я хочу представить вам свой танец. Кого ты хочешь выбрать первым? А, что? Для чего? А, выбери меня! Погодите, погодите, не давите на меня, дайте подумать. Я даже не понимаю, что происходит. А, я тут! Тебе я буду особенно остерегаться. Меня выбери! Простите. Ты мне тоже не нравишься. А ну-ка выбери меня. Нет. Так, ну с тобой все понятно. Я готова умереть за твой выбор. Да ну блин, тут все какие-то отбитые. Я даже не... Ааа, ну я понял, в этой игре нельзя долго думать, потому что тогда все выберут за вас. Прямо как в жизни. Я, я прошу прощения, но что не так с этим парнем? Эта челка, этот пустой отрешенный взгляд, походу кто-то переживает свои не самые лучшие времена. Эта игра, пожалуй, будет попроще предыдущей. Здесь вам нужно подбирать к словам рифмы. Одно слово, чтобы закончить куплет. Ну и еще два просто так. Перед выбором нам заботливо дают послушать каждый вариант. А также пока мы напрягаем свои извилины поболтать с другими гостями и узнать о них побольше. Я утка. Я что, напугала тебя? Да ну не то, чтобы... Аааа! Ай, привет! Я кролик! Любишь крольчадину? Ты знаешь, нет, я предпочитаю свинину. Погоди, что? Эй, посмотри на меня! Я крокодил Крок! Кстати, кто ваш любимый философ? Может, Сократ? Спиноза? Ницше? Лично у меня козел Билл. Я козел Билл. У меня есть ответы на все жизненно важные вопросы. Я и сам их не знаю. Просто они у меня есть. Итак, после выступления трех певцов, самое время для гранд-финала. Ну и что же в итоге? Мы подобрали рифму для девяти слов, и у нас было по четыре варианта для каждого. Так что, получается, нам дали 40 слов. Мы теперь знаем, как они пишутся и произносятся. А вот что они значат? Нет. Не, я учил слова... Мам, чё такое эксайтмент? В смысле, сейчас начало нулевых и Google Translate ещё не изобрели? Ладно, короче, вы поняли. Продолжаем. Следующая сырная игра. Вау! У этого места запах хуже, чем от тебя. Что? Чё ты сказал-то это мне? Да за такие слова я... Я... Я могу обидеться? Да, Хови, лучше и не скажешь. Хорошо, давай играть в крысобоев. Что? Вот так вот сразу, без какой-либо предыстории? Нет, например, что это за крысы? Что они нам сделают? Начинаем? Ладно, маньяк-крысофоб, будем играть по твоим правилам. На этом уровне уже начинается какой-никакой экшон. Он представляет собой классическую игру в прибей крота, однако всех подряд тут бить нельзя. Играем четыре раунда. В двух надо снова подбирать рифмы, однако самостоятельно и как можно быстрее. Мит. А в других двух бить по словам, которые должны начинаться за главной буквы. Да, спасибо. Второе условие оказалось гораздо проще из-за одного забавного бага. Дело в том, что почему-то у меня все правильные ответы подсвечивались белым. И да, это только сейчас. В детстве у меня таких поблажек не было. Так что да, это труднее, чем кажется. Но если у вас хорошие рефлексы и английский хотя бы на уровне четвертого класса, то вы справитесь. Ну, тренер. Вонючка, ты куда? Хочешь поиграть там? О, там очень весело. И приз лучше друг года. Получается. Сырная игра оказалась довольно веселой и очень даже похожей на игру. Да еще и немножко сложную, что ли. Однако здесь вы ничего нового не выучите. Это скорее проверка знаний. Этакая веселая контрольная. Блин, вот бы все контрольные в школах были такими. Ладно, едем дальше. Следующий чердак. Ох, только посмотри на этот чердак. Это же просто рай. Здесь столько всего, что любой может найти все, что хочет. Смотри, акроденза. Я понятия не имею, что такое акроденза, но, видимо, эта штука тебя очень возбуждает. Как во сне. О, вонючка. Эй, вонючка, отправляемся в путь. А что, если я никуда не хочу ехать? Мне больше нравится здесь, спать, есть. Читай по губам. Ты отправляешься в путь, п***ка. О, хови. Я, конечно, понимаю, что у тебя чувства к этому скунсу, но можно же было как-то понежнее, поласковее, что ли? О, скутер, что, вонючке, взять в путь? Судя по твоему настрою, вазелин. Выбери из этой группы один предмет, который принадлежит той группе. Его мы и возьмем. Ничего себе. Они меня услышали. Тут есть картинки. КАРТИНКИ Правила простые и понятные, тут нужно не столько знание языка, сколько логика Смотрим направо, видим животных, значит нам нужно животное Все в одном Если непонятно, что объединяет предметы справа, можно по ним кликнуть Но проблема в том, что иногда категории переведены Животные А иногда нет Музыкал тень Потом после каждой вещи нам придется все вытряхивать и снова складывать в том же порядке, в котором мы их положили Зачем? Ты точно еще не в университете? Я промолчу Итак, Вонючка взял все самое необходимое Жирафа, гонг, подводную лодку, лося и унитаз Никогда не знаешь, где может пригодиться лось, не так ли? Потом они с Хови меняются местами и Вонючка скидывает ему всякую мелочь Ну а заканчивается все слоном Элефант В общем, эта игра мне, наверное, понравилась больше всего Она и интересная, и полезная одновременно Тут, благодаря картинкам, можно хотя бы понять смысл незнакомых слов А это, пожалуй, самое главное Ну а еще тут тоже можно потыкать по всяким штукам Ладно, двигаемся дальше Впереди еще две остановки Следующая, Вонючий пистолет Тут, казалось бы, все просто и понятно Надо стрелять по словам, которые соответствуют тем или иным критериям Ну вот, например Стреляй по словам, обозначающим цвета Ну окей, я готов А где слова-то? Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Я вас обманывал. Всё это время я играл в эту игру... На Windows XP. По какой-то причине на Windows 98 и 95 нет никаких графических багов. Однако именно на XP в этой игре работает музыка, которую я никогда не слышал. Так что да, я сделал выбор в сторону миди. Судите меня. Но и это ещё не все сложности. Тут также есть мишени, от которых ваши пули постоянно рикошетят. И ещё какие-то клоуны, которые то добавляют вам очков, то парализуют. Я до сих пор не понимаю, как они работают. В общем, так дальше и стреляем по числам, цветам, синонимам, пока Вонючка не выдыхается. Вонючка, что с тобой? Вот мы и подходим к финишной прямой. Следующая остановка — комната страшных историй. Если ты сможешь найти все слова. Бла-бла-бла, да это банальный поиск слов, мы все это уже поняли. Короче, на стене есть слова, которые написаны внизу, они могут быть написаны по вертикали и горизонтали, как надо и задом наперёд, и надо их все найти. А в награду мы услышим страшную, мрачную, леденящую душу и загоняющую её в пятки. Тишину. Я... Я серьёзно. Целую минуту тишины. Целую минуту! Но оказывается, это ещё не всё. В конце нас ждёт вот такая вот игра с картами, где нужно из маленьких слов собирать сложные. Особо мне тут сказать нечего, разве что, если использовать все карты, Вонючка и Хови сделают вот это. Я... я даже не знаю, не спрашивайте меня. Назад в библиотеку. Эх, ну наконец-то всё это заканчивается. Впереди. Эй! Ура! У нас получилось! Мы закончили большое словарное приключение. Поздравляю! 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 Я не нашёл ни одного слова. А всё потому, что ты член? Что-о-о-о... Он сказал, что ты скунс. Нет, он сказал, что ты член. Какого чёрта? Я, конечно, и до этого угорал над всякими багами русской озвучки, но это уже не в какие ворота. В общем, Вонючка выносит наш заслуженный трофей, и на этом великое словарное приключение наконец-то заканчивается. Звучит песня, которая говорит нам, какие мы умные. Это не шутка, вот её слова. И нам предлагают распечатать сертификат, подтверждающий наше интеллектуальное превосходство. Можно будет пендриваться перед друзьями, или там на работу с ним устроиться. Ах, а ты кого я обманываю? Бесполезная бумажка. А ты чё тут сидишь? Итак, чтобы сказать в итоге. Я не помню, сколько мне было, когда я в это играл, но я обожал эту игру. Да и сейчас, проходя её в более сознательном возрасте, я неплохо повеселился. Ну, ещё бы, когда персонажи выдают такие перлы. Снова пора выбирать. Нет-нет, не депутатов, а слово в рифму. Конечно, при такой локализации образовательная ценность игры под вопросом. В конце концов, она изначально была нацелена на изучение родного языка для тех, кто в неё играет. Ну а что получилось у Фаргус, то получилось. Я даже любопытство ради нашёл немецкую версию. И знаете что? Она вся на немецком. И озвучка, и тексты, и задания. Всё на языке предполагаемой аудитории. Также оказалось, что про Медвежонка Хови вышла не одна игра, а целая серия из четырёх игр. Из них на русском только две. Вот это и Страна Мелодий. Но это скорее не игра, а просто подборка песенок для самых маленьких. Третья игра, The Great Mad Adventure. Просчёт. И вот почему её не перевели на русский, для меня лично загадка. Ну и последнее The Great Reading Adventure. Чё-то там прочтение, я даже геймплея не нашёл. Что ж, на этом, пожалуй... Стоп, что? Родители могут настроить уровень сложности, нажав Ctrl-Z? Так, ну-ка. О, это работает. Давайте врубим полный хардкор. Я задумал слово, в котором целых девять букв. Это было худшее решение в моей жизни. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, не скупитесь на лайки, подписывайтесь и пишите в комментариях, какие развивающие компьютерные игры тех времён застали вы и почему они вам запомнились. А также делитесь этим видео с друзьями, заходите в мою группу ВКонтакте и в чат в Дискорде. To be continued!